Водушевленные успехом выездного матча футболисты Ирайра с первых минут показали сопернику зубы. И точно не собирались сдаваться, создав у ворот Сибиряка несколько неплохих моментов. Так счет хозяева поля открыли уже на седьмой минуте. Отличился Валерий Баранов. Однако в этот раз гости подготовились и грамотно оценили соперника. Летчики сели в глухую оборону, а вот футболисты Сибиряка много атаковали. И уже через четыре минуты отыграли пропущенный мяч. А после начался настоящий ливень из голов ворота иркутской команды. 4-1 горела на табло к перерыву. Больше хотели, наверное, Сибиряк выиграть, чем мы. Хотя мы бились до последнего. Все, что могли, показали. Но, наверное, еще не готовы. Сказалась и потеря одного из лидеров команды Романа Адамова. Он получил дисквалификацию после первой встречи. Но иркутяне моменты создавали. Однако во втором тайме подопечным Сергея Малышева было сложнее подобраться к воротам соперника. К финалу игры летчики пропустили еще четырежды. 1-8. С таким счетом и Райра проигрывает ответную встречу. В четвертьфинал идет Сибиряк. К ребятам, конечно, нет претензий. Потому что выше головы два раза подряд, тем более прыгнуть сложно. Поэтому огромное спасибо залу. Сегодня был полный. Все нас поддерживали. Я думаю, что ребята привыкнут. В следующем сезоне будем уже, конечно, чуть-чуть себя проявлять получше. Ну, пока вот так. В четвертьфинале новосибирцы встретятся с новокузнецким Сибтранзитом. Матчи пройдут 23 и 30 апреля. А игроки Райра постепенно будут готовиться к следующему сезону. Александр Гаврилов, Алена Мироманова и Юрий Рябчиков. Новости сейчас.